Я с детства имел мечту стать террористом, уничтожать коммунистов. А Бог повернул меня, как сам. Ребриха, что ли, они оттуда откутываются? Колесниковых вы знаете? Нину Колесникову знали? Кого? Это сестра Владимира. Нину Колесникову, он не дослышит. Не знаю, мы сейчас были, с Геннадием встречались. Она по-муже сейчас Тарасова. А, вот она. Может быть. А у Володи брат Геннадий. Вот сейчас мы были в Боровлянке в прошлом году, мы к нему на дом заходили. Он к нам приезжал. Ну и он теперь отцу Петру-то своя, через Володю. Придут все к тому, что Христос сказал, другого не будет. Что не хватает сегодня мужества прямо выйти и сказать, что это твой ущерб просто. А как вы это говорите? А я поверх голов смотрю. Для меня это нет. Я как-то приехал в Москву, то в то время нельзя. Три епископа на дом пришли только тайно встретиться. А я мирянин обыкновенный. Представь, епископ, на дом, тайно. А отец Петр Гутович ко мне ночью приходил тайно. Тогда Геннадий, еще он знает. Да пошли еще заблудились там на базе. У нас с ним были прекрасные отношения. У него, не знаю, какой он свояк кажется, Ермоген, Архимандрит. Близкий. У него тоже все пленки были. Златоустые я насчитал. Жития святых, добротолюбие. Ну а теперь все оцифровали. Все у меня на интернете стоит. Этот материал больше нигде нет. Если он есть, то только ссылкой на наш от нас берут. Это просто, ну, Бог дает это. А почему именно до вас никто не насчитал за того, что... Как я могу на этот вопрос ответить? Я его собирал по всему Советскому Союзу по одному тому. И все насчитывал. Но где по-славянски я переводил на русский язык. Одно время мне хотелось дать толкование известным песню песней. Я ее нашел. Но на немецком языке, на готическом. Я тут же сел, восстановил язык. Я разговаривал, пропавил на немецком языке. И тут же ее перевел. Но теперь отец Геннадий Паск написал 800 страниц, примерно. Это труд столетия. У нас толкование. Толкование написки песней. Ну, она продается во всех и парках везде. Но отец Геннадий, он магистр богословия. Ну, путь он начался у меня. Он начинает. Я встретился. Есть такой мирянин, удивительный человек. И вот начал первый вопрос, который Игнатий мне задал. Говорит, вы знаете, как толкуется притча о десяти девушках? Конечно, знаю. Ну, выберите тему. Мы сели. Это было в 79-м году, 30-го, кажется, мая, апреля. И вот он, я, говорит, начал говорить. Думаю, самая сильная тема – это крещение. Когда кончил, Геннадий говорит, все, ложь. Я как так ложь. Стал говорить. Я понял, что здесь голова у нас работает, а здесь наследие церкви с первого века. Дальше он начал толковать притча о десяти девушках. Я, говорит, сам проповедовал. Я знаю, когда кончил и спросил, ну как, а наши люди сидят все, семь человек, баптистов там было. Игнатий одним словом ответил, говорит, ложь. И стал толковать, как Златарус толкует. И я увидел, все у нас заблуждение. И тогда поехал к отцу Александру Пивоварову, потом он принял крещение, полное погружение в семь. Ну, а теперь вот он закончил семинарию, академию, магистр богословия. У него вышло где-то 8 книг уже. Там не просто книги, а учебники. Вот эти этюды сейчас, он с еврейского языка, ну, разное, по Риме толкует. Вообще прекрасно. Просто чудесные книги его. Знание его огромное. А у меня кто-нибудь спросил, а вы могли бы? Никогда. Так он ваш ученик. Ученик начала. Далёна уже не ученик. Он учился у святых отцов. Я не имею образования, я самостоятельно всего постигал. Я не переоцениваю свои возможности. Вот они знают, я когда показаться о Геннадии, по толкованию проходим, а он в моём доме был, он так и говорит, Игнатий побудил меня начать этот труд по святым отцам, я бы этого не сделал. Я не знаю, греческий хотя занимался, не знаю, еврейский он знает. И оттуда всё взял. Я просто знаю тот уровень, выше которого мне не подняться. Да и теперь я поднимаю. Вот на днях 73 года мне было. Я благовестник, мы едем по разным городам, проповедуем, дарим книги, библиотеки, епископам. Ещё бы кто-то читал бы. Которые люди приходят, те понимают. Конечно, это не посторонний роман. Ладно. Хорошо. В следующий раз вот симфонию захватить, я буду очень рад. А зарядный? А хотя бы. А можно. Здесь проявить, да, да. А вы тогда поможете.